здравствуйте дорогие друзья с вами канал сельская жизнь и я юля наступила неделя масленицы и мы просто обязаны объедаться блинами блинами любыми тонкими толстыми дрожжевыми не дрожжевыми на молоке на воде как вашей душе будет угодно сегодня я хочу вам предложить дрожжевые блины на молоке эти блинчики получаются очень красивыми такими пышненькими толстенькими посмотрите какие они пузырчатые воздушные они очень очень вкусные и совсем не пахнут дрожжами если вам интересно как я это делаю оставайтесь со мной и мы начинаем для таких дрожжевых блинов нам потребуется 800 миллилитров молока 10 грамм сухих дрожжей 1 пакетик ванилина 2 яйца щепотка соли 2 столовые ложки растительного масла 50 грамм сливочного масла 3 столовые ложки сахара и полкило муки сначала нам нужно поставить обязательно опару для этого 100 миллилитров молока мы подогреем до теплого состояния сюда в теплое молоко мы добавляем дрожжи столовую ложку сахара и столовую ложку муки все это перемешиваем и оставляем на 10-15 минут чтобы наши дрожжи начали действовать и образовалась такая пышная шапочка поднялась опара посмотрите какой пышной шапочкой она у нас стала теперь что мы делаем разбиваем яйца разбиваем их хорошо чтобы была однородная масса добавляем соль еще раз перебиваем отправляем сюда в опару сюда же мы добавляем две столовые ложки сахара и часть молока мы половину перемешиваем теперь сюда мы добавляем ванильный сахар если у вас нет ванильный сахар если у вас нет ванильного сахара можно его не добавлять и добавляем половину муки все хорошо перемешиваем когда все перемешали с первого раза добавляем всю оставшуюся муку и половину той половины ну в общем оставляем где-то грамм 100-150 молока сюда мы выливаем молоко а 100-150 грамм оставляем и снова все перемешиваем когда все перемешали я переливаю в чашку побольше 5 литровая чашка у меня я перекладываю в эту чашку тесто теперь сюда выливаем сливочное масло еще раз хорошо перемешиваем теперь ставим тесто в теплое место на один час чтобы оно поднялось прошел вот у нас уже почти час 50 минут у меня прошло тесто поднялось сейчас мы его обминаем посмотрите прям как оно пузырится идеально тесто такое обминаем прямо хорошо хорошо обминаем до самого дна обминаем и оставляем еще точно так же на час чтобы оно поднялось у нас еще раз так прошло у нас еще 50 минут вот посмотрите тесто поднялась теперь что мы делаем в оставшееся молоко мы добавляем две столовые ложки подсолнечного масла и выливаем сюда в тесто я беру поварешку все обминаем и перемешиваем молоко все вот мы размешали все и теперь можно жарить блины сковороду смазываем подсолнечным маслом наливаем половину половника и обжариваем с одной стороны потом с другой так как блины у нас дрожжевые они получаются толстенькие это не тоненькие блинчики это толстенькие вот такие пышные одним блинчиком можно накушаться но они очень очень вкусные и очень красивые получаются такие сейчас посмотрим что же у нас получится когда сверху затянулась уже вот здесь вот нету белого можно перевернуть красота вот такая прелесть получается посмотрите какие дырчатые красивые блинчики вот такие очень красивые пышные ажурные и очень вкусные блинчики получаются и хочу отметить что они совершенно не пахнут дрожжами если вам понравилось мое видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал приглашаю вас всех к чаепитию кто со сгущенкой кто со сметанкой всем приятного аппетита с вами была юля на канале сельская жизнь всем пока 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 пока